Лён-долгунец является крайне важной культурой в России. Он используется не только для производства натуральных тканей, но также для лекарственных препаратов и олифы. В Урине жители издавна занимались выращиванием льна. Но в последнее время производство стало угасать. И вот льняное поле вновь зазеленело. 140 гектар засеяли льном. Мне, конечно, очень сильно радует то, что наша исконная земля, колхозопрожектор, начала возделываться, пахаться, что-то на ней делаться. Ну, конечно, больше радует то, что начали со льна. Льняное поле теперь еще и часть первой в России агрошколы. Она откроется на Бару в сентябре. Президентский грант на создание школы получил нижегородец Владимир Хрыков. Выбрана вообще потому, что все-таки близость к Нижнему Новгороду, то есть можно максимально большое количество детей, заинтересованных людей, в том числе, вот у нас есть договоренность с Академией Нижегородской, о том, что их студенты будут в нашей школе практиковаться. В агрошколе будут не только готовить специалистов по выращиванию и переработке льна, но и покажут всем, какая это интересная и перспективная отрасль. Не случайно назвали проект «Как рубашка в поле выросла». Аграрная школа – это блестящий пример проекта, который с самых молодых ногтей, со школьной скамьи позволяет людям вообще начинать разбираться в этой сложнейшей, интереснейшей сфере, во льне. Молодежь должна понять, что лен – это и стильно, и круто, и с этим можно и нужно связать всю свою жизнь. В агрошколе будет у нас, скажем так, два направления льноводства. Первое направление – это традиционное, скажем так, ручное. То есть мы там будем руками серить лен, руками его собирать, руками обрабатывать, чтобы просто понять, как же это все происходит. Но с другой стороны, второе направление современное – это технологизированное производство, механизированное производство льна. Производственная часть как раз и будет находиться на поле в урине. Дарья Смодурова, Алексей Завылов. Время новостей.